Вань, привет! Здравствуйте! Ну, что там у нас сегодня? Что-то попалось, да? Хорошее? Сегодня нам пришла такая вот коробка. Открыв эту коробку, мы были изрядно поражены. В каком состоянии пребывает произведение искусства? По-другому это назвать нельзя. Это всеволновой, полупрофессиональный, радиолюбительский приёмник Санья, который чистокровный японец. Вот такой даже приёмник, даже его руками брать страшно, потому что, ну, в таком состоянии, столько лет в коробке прилежать, вот коробка тут, полный комплект пенопласта, всё есть, шнур штепсельный. Шнур-то весь новый, да? Абсолютно даже блестит. Вот так вот бывает. Ну, не буду долго тянуть, расскажу, что это за радиоприёмник. Это полуволновый, это, значит, супергетеродиновый радиоприёмник, принимающий диапазоны частотной модуляции, амплитудной модуляции. В диапазоны амплитудной модуляции входят короткие, средние, длинные волны. Также он принимает CB-диапазон. Это дальнобойщики, которые, в общем-то, общаются с автомобильных радиостанций. Для приёма CB-диапазона, CB-диапазон, у неё вот такая вот антенна выдвигается, у неё даже камеры не передают, вот таких размеров. Метр, почти метр, да, метр. А у неё вторая, она есть, да? А вторая антенна, она у неё поменьше, на FM-диапазон. Как мы знаем, как мы знаем, что такое CB-диапазон? Это 27 МГц. 27 МГц, там длина волны порядка 10 метров. Так что вот эта антенна одна десятая волны. Она позволяет полноценно принимать CB-диапазон и короткие волны. Причём эти антенны не соединены между собой, то есть это не как бы диполь, который расположен горизонтально, а это непосредственно отдельные, в общем, телескопические антенны. Вот эта антенна на FM, там длина волны от 3 до 5 метров, включая, если у КВ советский брать. Соответственно, антенну уже и поменьше. Они вот даже вот как. А, то есть она гнётся, а это не гнётся, да? Гнётся. Тоже гнётся? Конечно. А, нет, это не гнётся антенна. Да, вот я и говорю, что одна гнётся, одна... Потому что это антенна, она для приёма КВ-диапазона, это антенна для приёма FM-диапазона. А вот эта сверху, какая-то у неё штука непонятная. Вот многие спрашивают, что это за штука-то такая? Какая-то крутящаяся, непонятная... А что это такое? А это феромагнитная антенна высокой чувствительности. Почему она крутится? Потому что, как известно, на средних волнах для качественного приёма радиостанций, соответственно, антенна должна быть феромагнитной, потому что телескопическая антенна, ну или попросту-напросто кусок провода, вот это фактически кусок провода, выполнена в телескопе, он брать не будет. А на магнитной антенне намотаны витки, которые создают её... И она длинная получается очень, да? Она получается, да, удлиняется. Электрическая длина удлиняется за счёт увеличения электрической длины. Вот. А почему же она крутится? Потому что этот приёмник представляет из себя радиоприёмник дальнего DX приёма. DX – это, с радиолюбительского языка, приём дальних, слабых, отдалённых радиостанций. Как известно, FM-радиовещание мы можем принимать только в городах, потому что FM, оно в пределах прямой видимости. Временами, конечно, бывают спорадические прохождения, когда при солнечной активности волна может отразиться от верхних слоев атмосферы, и мы можем FM-радиостанцию принять за тысячи километров от передатчика. Но чаще всего это невозможно в обычных бытовых условиях. Ваня, Ваня, подожди, а можно тебе вопрос задать? Да, конечно. Вот у него очень необычный дизайн. Знаешь, что мне напоминает? Мне напоминает военную радиостанцию. Да, действительно. Но почему, во-первых, это не сколько дизайн, сколько профессиональные особенности. Некоторые радиолюбители используют подчас специальные стойки, технические серверные шкафы, так называемые, чтобы размещать там аппаратуру. Это компактно, удобно и помехозащищено. Но вот эта антенна, чем почему поворачивается, я так и не рассказал. Потому что многие станции, которые вещают издалека, ловятся только при определенном направлении эфиромагнитной антенны. Например, всем нам известные радиостанции, кто занимается радиоприемом, это Вести-ФМ из Приднестровья, можно принимать, находясь в центральной России, направлением на юго-запад. Ну и запад у нас примерно где-то вот там, по этому антенну мы поворачиваем вот так. Она принимает, соответственно... То есть ее нужно поперек, да? Да, действительно, да. Она и крутится, соответственно, только так. То есть направление, станции, вещающие с определенной направленностью, можно принимать с помощью вот такой антенны. Если идет вещание местное, антенна может стоять вот так. Вань, ну не томи, давай включи, хотя он может, может он не работает. Должен? Да. Что касается еще приемника, у него, я полагаю, очень хороший диапазон, соответственно, избирательность у него хорошая, наверное, и чувствительность. Поэтому сейчас мы его включим. Ага, давай попробуем. Проверим. Я, честно говоря, его первый раз вообще включаю, потому что он только-только вот его увидел. Но вещь, конечно, для любителей DX-инга дальнего приема вообще обалденная. А, кстати, забыл рассказать. Сзади, вот у него сзади, что очень немаловажно, сейчас переверну. Есть гнезда для подключения внешней антенны. И если у кого-то есть внешняя полноразмерная антенна, типа длинного провода, порядка 60 метров, потому что длина волны на таких диапазонах, АМ, там, короткие волны, средние, она большая, вы можете подключить полноценную внешнюю антенну, когда она у вас будет, так сказать, когда приобретете. Слушать будете гораздо лучше, чем на штатные вот эти вот телескопы. Вань, можно тебе задать вопрос? Да, конечно. Вот скажи, ты же занимаешься, ну так, плотно занимаешься этой спецификой. Скажи мне, пожалуйста, ты что-то подобное видел когда-нибудь? Что-то подобное я когда-нибудь видел. В советское время производились радиостанции «Волна». Вот они были... Но это были профессиональные? Профессиональные. А это же у нас, как бы, получается, бытовой? А это любительский. Любительский, не бытовой. Не бытовой, любительский. Не профессиональный, это именно любительский уровень. И для радиолюбителей, именно дексистов, этот приёмник в своё время считался просто, ну, роскошь. Ну, давай сейчас мы его включим. Давай попробуем. Да-да-да, всё, посмотрим. Я даже не знаю, как он включается. А вот здесь пувер, видишь, сила. Во. Значит, у нас, вот, пожалуйста, регулировки тембра, баса, громкость. Ага. Потенциал металл. Вот на FM стоит, видишь? На FM. Соответственно, мы... Во. Выдвинем антенну. Нет, нет, это, наверное, вот... Да-да. Ого. Московские FM-радиостанции принимаются великолепно. Сделай погромче, как он там работает. Ну, звук, конечно, у него хороший для приёмника такого, в плане именно не бытового профессионального. Волкод. Вот, что касаемо валкодеров, валкодеры, вот эти ручки, они выполнены у него изумительно. Вот только посмотрите. Вы крутите, не шкала движется, а как бы не вот стрелка движется. Да, а вот... Сама шкала, она вращается. Это очень достаточно редкое явление. Но в АМ мы, конечно, сейчас ничего не поймаем. Светильники, подсветка здесь в большом здании, она будет очень сильно глушить. Секранировать, да? Нет, да она просто создаёт наводки 50 Гц, и мы слышим только гул. Это надо выходить в парк или куда-то. А в FM, я полагаю, у нее щитность очень неплохая. ...побода на символизм пришла лишь полвека спустя. Что за блок такой? Это что за блок? Это как раз-таки для приёма коротких волн. Здесь есть регулировки чувствительности антенны. А это что такое? X-Stall? Что это такое? X-Stall-маркер. Но эта, как говорят на части, я так полагаю, она отвечает за управление приёмом КВ. Здесь есть у нас Narrow-Wid. Это видеомодуляция. У этого приёмника, как я понимаю, есть боковая полоса, в общем-то, LSB и SSB. И вы сможете, если вы как радиолюбитель, принимать любительские станции в боковой полосе, которые работают на радиолюбительских диапазонах. 40 метров там, 80 метров, 160. То есть вещь такая, в общем-то, профессиональная. И вообще это, конечно, уникально, что в таком состоянии, вот с такими вот шикарными, совершенно шикарными антеннами. Ваня, знаешь, что я тебе хочу сказать? Я тебе хочу отдать должное, потому что ты на самом деле, ребят, вот я, это экспромт. Человек увидел первый раз этот приёмник, и тут же, и тут же нам всё рассказал. Не надо нукать, не надо скромничать. На самом деле нужно, я ещё раз говорю, отдать тебе должное. Ну, ты молодец. Вань, спасибо огромное за экскурс в этот великолепный, я не знаю, какой агрегат, да? Спасибо. Ну, я занимаюсь ещё сугубо профессиональным FM-радиовещанием. У меня создан проект ЮЧФ Медиа, создана своя FM-радиостанция в Москве на 87.0, FM в Перово вещает. И поэтому, как бы, мне ли это не знать. Всё, Вань, спасибо огромное. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо.